Здравствуйте! Меня зовут Александр, и у меня в руках Вепре 208. Это то самое интересное ружье, которое позволяет вести пулевую стрельбу, не получая лицензию на нарезное оружие. То есть это считается как гладкоствольное оружие. Вот такой вот у него патрон. Вот такой вот он. Очень злой у него внешний вид, очень агрессивный. Ружье сделано на базе карабина СКС, но абсолютно другой ствол и внутренняя насадка парадокса. Вот, сейчас мы посмотрим, как оно стреляет. В целом по ружью могу сказать, что ружье достаточно короткое, это будет очень удобно для хождения по лесу. Предусматриваются также дробовые патроны, к сожалению, сегодня у нас их нет. Вот, и мы сейчас постреляем из него и посмотрим на столь интересный вот девайс наших оружейников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один куда-то улетел у меня, я его, видно, сдернул. А отсюда все видно. В общем, отстреляли мы сейчас с 208-го вепря. Сейчас посмотрим на результат нашей стрельбы. Ожидал, честно говоря, очень жесткой отдачи. Отдача очень комфортная и немного к этому готовился. Ну, к жесткой отдаче. Вот, а так, карабин очень интересный. И внешний, и содержательный. И опять же, за счет своего небольшого размера все достаточно интересно. Ну, а с ним можно охотиться на копытных. Там, кабан, лось, косуля. Вот, а также сейчас в разработке дробовой патрон, который будет предусматривать вполне возможен какую-то охоту на, так скажем, на перо. В общем, отстрел был произведен пятью выстрелами. Пятый, к сожалению, у податка у меня улетел. Ну, вот, по какой-то причине я сдернул его. Вот, целился вот сюда. Все пули легли вот сюда. Все достаточно кученько. Вот, в общем, очень хорошая альтернатива для хождения в лес с данным изделием. За счет того, что она короткая. И, соответственно, кинетическая энергия у этого оружия очень высокая. Высокое останавливающее действие. То есть, вот такие вот результаты у нас на сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова